Традиционное послание президента сегодня в своем содержании имеет несколько приоритетов, которые очень важны для дальнейшего развития нашей страны, Российской Федерации. Сегодня нам была возможность свериться с учетом своего послания, которое обратился в парламент республики и нашим людям, якутянам. И, соответственно, основные векторы развития Якутии, основные приоритеты, которые мы определили, они в основном совпадают с теми, которые заложены в послании президента Российской Федерации. Это значит, что мы, республика, находимся абсолютно в правильном пути развития с учетом тех или иных тенденций, которые сегодня появляются в целом по стране, в том числе в республике. Во-вторых, сегодня еще раз я убедился, что и в Российской Федерации, и особенно в нашей республике, все-таки необходимо заниматься и добиваться вопросами встречного движения. Встречное движение органов власти и, в том числе, самого общества. Об этом именно на основе патриотизма, на основе единения, чтобы достигать те или иные цели, которые поставлены перед государством, можно достигнуть более быстрыми темпами, если такие условия будут созданы. Об этом сегодня президент в своем выступлении четко и ясно выразил. То есть активность инициатива самого общества, контроль общества и, соответственно, ответственность и инициатива, и творческий подход органов власти Российской Федерации, в том числе у нас в республике, это залог успеха. Это об этом он красной нитью пропустил. Это очень важно. Ну, а дальше решила о тех направлениях, которые всегда беспокоили людей. И вы, наверное, помните, что последние годы у нас очень много было сделано и по здравоохранению, и по образованию, и по сельскому хозяйству. Но эти приоритеты в последние два года как-то немножко начали погашаться, немножко темпы сбавляются, кроме сельского хозяйства. Но президент поставил задачу, что они должны возвращаться на лоно приоритетов. И получается, что мы сегодня уже получили конкретные на посты президента заниматься и вопросами медицины. А в республике в этом плане приняты ряд более четких решений. По образованию мы определились, что по образованию дальше будем совершенствоваться и по структурному плану, и по качеству образования. Я думаю, что тот задел, который сегодня дан президентам, они, конечно, найдут подкрепление в конкретных действиях правительства Российской Федерации. Поэтому сегодня с этой точки зрения мы очень, скажем так, получили хорошую систему. Далее, речь идет о развитии промышленности. Тем более, президент сегодня отметил о том, что в экономике спад завершился. И теленую базу отрасли начинает как бы раскручиваться и идти на подъем. И это в основном касается промышленности Российской Федерации. И думаю, что сегодня и в республике Сахая-Якутия крупная промышленность имеет свою роль, ведущую роль по формированию не только, скажем, рабочих мест, но и налоговой базы, то есть основы экономики республики. Поэтому мы в этом направлении как и нацеливались, будем дальше двигаться. Особое внимание послание было уделено малому и среднему бизнесу. Потому что малый и средний бизнес сегодня испытывает определенные сложности по доступу к финансовым ресурсам, по определенным вопросам подключения к тем или иным, по техническим условиям, к сетям энергетики, газификации и так далее, обеспечению инфраструктурой, дорогами. В этом плане, конечно, это более четкая задача перед субъектом Российской Федерации, перед конкретными экономиками субъектов. Поэтому здесь мы для себя имеем четкое представление, как должны действовать. Тем более в Якутии мы объявили о том, что через развитие и поддержку малого и среднего бизнеса мы должны развивать местную промышленность. Как приоритет. И я думаю, что вот это понятие очень четко сопали. Ну, много было сказано в послании президента Российской Федерации. Ну, то, что я главный пищу выделяю, это, ну, например, скажем, борьба с коррупцией. Все-таки это мы должны понимать и у нас в республике, а в целом по стране, что это не кампания. Это постоянная, кропотливая работа по наведению порядка. И президент понимает и подчеркивает о том, что если мы будем искоренять коррупцию, то мы вернем доверие народа к власти. Вот через этот механизм мы должны обязательно пройти. И в республике это направление будет дальше усилено. Эта борьба с коррупцией будет усилена. Механизмы создаются и будут еще создаваться. И требования, особенно чиновникам, государственным служащим, муниципальным служащим, и мы сегодня ставим и перед федеральными чиновниками на территории республики, чтобы все-таки требования усилились. Мы в этом направлении работаем. Тем более вчера в администрации президента Российской Федерации опыт республики Сакай-Якутия в этом направлении тоже был рассмотрен и поддержан. Это очень приятно. Но еще что можно отметить? Можно отметить то, что сегодня президент затронул тему внешней политики. Внешняя политика, она связана достаточно сложными фактами давления западных стран. И, конечно, при этом Владимир Владимирович подчеркнул, какую роль играет Российская Федерация во внешней политике, какую позицию занимает. Но здесь, если так подойти скромно, то сегодня была озвучена тема евразийства со стороны президента Российской Федерации. И эта тема Якутия очень заманивает. Мы в этом плане уже работаем. Работаем, в частности, через определенные инструменты. У нас есть так называемая неправительственная организация Северных форумов, которую мы в свое время очередали. Там тоже пытаются и европейские регионы, и азиатские регионы привлечь. Здесь Якутия занимала очень активную позицию. Кроме того, мы очень сегодня большое внимание уделяем к культурному пространству евразийскому. И мы хотим, чтобы Якутия выступала, не только хотим, а мы занимаемся уже этим, чтобы Якутия выступала за установление культурных, горизонтальных связей между регионами. И в этом году очень активная республика Сахо-Якутия, его творческие коллективы выступали и в европейских странах, в регионах, особенно в Киргизии, Казахстане, Белоруссии, в Перебалтике, и в регионах Российской Федерации, и в Европейской части, на Дальнем Востоке. В прошлом году мы выступали в Китайской Народной Республике, наши артисты, театровые перебалеты, сахатеатры. Все это создает определенную основу установления культурных связей именно в евразийском пространстве. Это очень важный момент, и мы это поддержим, и в этом направлении даже будем практически помогать и заниматься. То, что сегодня в послании озвучены темы, которые они очень четко и ясно определяют и сегодняшнее состояние Российской Федерации, и ее роль в мировом устройстве, в экономике, в социальной политике. В частности, Якутия этот вопрос с очень интересом наблюдает, и при этом практически активно участвует. Субтитры создавал DimaTorzok